Всем привет, с вами тядюшка Розе и как всегда, эльфийка грустняшка, ну серьезная девушка, очень, мой твиночек с вами, которая будет обозревать ивенты и обновления, что в эту среду вышли, да. И кто там говорит, почему ты вставляешь в политику свои видео, потому что эта политика, ваша конченная политика, касается меня. С чего мы начинаем? Добавлены новые агатионы, 2 легендарных, 3 героических и 2 редких. Мы сейчас посмотрим героические и редкие. Дед Мороз Дагури. Увеличивает шанс двойного урона от обычных атак. Увеличивает шанс тройного урона от обычных атак. Это просто круто. Конечно, жалко, что их 2 нельзя получить, даже такой новичку очень будет неплохой агатиончик. Так, рыцарь теней. При успешной атаке наносит урон тьмой по области. Прикольно, это донатный, наверное, да. Так, а ты что у нас закрываешь, если мы соберем? Генотик-воришка, точность, шанс аномального состояния. Шанс двойного урона, пробужденный, смотрите, шанс двойного урона. Хороший агатиончик вообще-то. Ну вы посмотрите на него, какой же он симпатяшка. Так, а ты что, рыцарь теней, что ты закрываешь у нас весь урон? Рыцарем смерти, да. Увеличение урона плюс 2%. Доп, увеличение урона цели с оглушением 1%. Видим, ого, рыцарь тени бездны. Младшенький рыцарь теней. Сила. Такой биоровский боссик. При успешной атаке наносит урон ветром. Закрывает он у нас точность. Блокировка оружием. Агатиончик с данжа и клановые. Вроде бы, верно, с клана достается. МДР. Это уже пробужденные идут, да. Шанс двойного урона. Нужен рыцарь тени бездны. При успешной атаке наносит урон тьмой по области. Круто, круто. Слушай, эти. Партийный нарба, наверное, возможно. Зепар. Вообще, ну это просто круто. Легендарный, как мифический смотрится. Даже круче, я бы сказал. Какие-то драконы, да. Конечно, по статам не сравнить. Но очень круто смотрится. Книжечка какая-то там, печати, да. Что ты делаешь у нас? При успешной атаке уменьшает игнорирование, увеличение урона цели. Увеличивает урон от умений. Шанс тройного урона от умений. Если честно, очень круто. Для кача, я бы сказал, великолепнейший просто. Еще он выглядит очень круто. Идем дальше. Добавлены коллекции с агатионами. Ну, естественно, внесены изменения в арену остров древних. Бар Церика, Леона Зикхард. Обновлены коллекции башни дерзости. Ивентовые, которые закрываются символом дерзости. И магические камень сияния. У NPC в башне дерзости можно купить символ дерзости. Он точится, если ломается. Там дается виталочка, да, кубочки. Переходим к ивентам. Добавлены 6 ивентов. Давайте начнем с ивента, который пройдет 24-го числа и 25-го декабря. Бласовенная святая вода Энхасад. Это 24-го числа карты класса высокого качества. Почему не высшего? Почему высокого? И агатионные классы, наверное, они посчитали очень жирным. Так, 25-го числа. Ордена славы и знаки поручения. 50 тысяч орденов. Почему бы и нет? С наступающим Новым Годом. Ну, очень много виталки. Ребят, качайтесь. Просто качайтесь. Они говорят, ребят, найдите вам виталку. Стойте в самых крутых локах. Просто качайтесь. Ребятушки, качайтесь. Идем в следующий вент. Писемка, которая будет приходить утром и вечером. Магические фрагменты нового измерения. Прошлая писемка я просто даже не забирал с почты. Потому что эликсира наследника, да? У меня их и так там около 7к. А то я не знаю, куда мне их. Если бы я был миликом, то это было бы круто. Но я мах, он мне нафиг не нужен. В плановых технических работ также будет статуя в виде елочки, которая дает баф Бла Словенная Сила. Весь урон плюс 3, макс грузоподъемность 1000 на 4 часа. В городах будет стоять NPC Дед Мороз Дагури. Которого можно купить. Кольцо Енотов Воришек. Короля Енотов Воришек. Цветок модификации, украшения Дагури. Карта Агатиона высокого качества. 1 раз в день. Очень хорошо. Видим что-то 1 раз в неделю, что-то 3 кольца в день, да? Угу. Чистый эликсир. Рамент ключа дракона. Ну вот, чистый эликсир тоже очень круто. Покупайте. На халяву. Кольца, которые вы покупаете, также их с пропуска можно достать. Они идут в коллекцию. Снижение урона и точность ПВЕ. Также за слом колец дают яблочки. Вкусное яблочко Дагури. Заходим в создание. Ивенты. И тут есть Дед Мороз Дагури в новогоднем году. Копите яблочки. Вот вы можете скрафтить агатенчика красненького и агатенчика синенького. Нужно 400 яблочек. Также мы видим тут интересные вещи. Ну, я бы сказал, очень вкусные. Тут и карты агатиона. Зелье пробуждения. Кристаллы души. Зелье развития. Религия. Ну, соски тут такое. Карты класса. Ну, копейте сначала на агатионов. Потому что они вам закроют постоянные коллекции. Также добавляется вот такой вот ежедневный интересный бонус. В котором ежедневная награда 10 тысяч виталки. И по дням мы видим. Карты класса могут выпасть. Позволяет получить следующие предметы из списка. Это рандомно, да? Карты класса высшего. Позволяет получить. Паночка на ускорение развития 30%. Зелье пробуждения высокого качества. Но это с вероятностью. Вот такие вот мешочки, которые дают карты. Также зелье развития. Также очки пробуждения. Теперь переходим к самому интересному. Ну, наконец-то. Наконец-то. Вот добавляется вот такой вот пропуск. Который покупается. Активируется за адену. В котором будет море виталки. Финальная награда. Вот такое зелье ветра. Для ускорения развития 30%. Награды по дням. Тоже ордена. Часики. Пергамент. Вот такой вот цветочек. Там виталка, да? Получается, наверное. Мы еще до него дойдем. Ну, 200 очков пробуждения. И также за прохождение пропуска нам даются колечки. Которые нужны для добавления в коллекцию. И за слом этих колец. Это ежедневная награда. Ежедневно вы можете получить. Видим, вот такое кольцо. За вот это кольцо дадут 30 яблочек. Ну, мне дали 30 яблок. Кольцо короля енота. Воришек. Это задание проходится в угоде флорана. Ну, по-любому енотиков нужно зафармить. И пройти ежедневно. Проходите. Считайте до 17 числа, да? Но очень долгое время. Тут, думаю, можно закрыть и коллекции. И нафармить на агатиончика. Синего и красненького. Это очень вкусненько. И также провести синтез. Проведете по-любому. Потому что карт дают много. Использовать 10 любых зелий развития. Используйте. Потому что ходите в катакомбы отступников. Дают за прохождение вот эти зелия развития. Создать 20 предметов. 30 поручений. И свитка поручений. От статуи Нхасад. Можно пройти поручение. 50 тысяч монстров. Это все проходится. Все легко. Линейдж 2 мобайл. Ну, наконец-то. Вы даете какой-то интересный контент. Когда хочется проходить этот чертов сезонный пропуск. Спасибо. Ё-моё. Так. А это я не знаю, что это проходить. Короля енота мы можем покупать 1 раз в неделю. Можно позакрывать. Ну, я думаю. Короче, я надеюсь у вас все получится. Новогодний остров. Новогодний смотритель, да? Фрагментики. Знаки поручения. Такой интересный мешочек. Высшего качества. Заряд души. Власовенные свитки могут выпасть. Тоже хорошо. Но в основном это подкачечка. Стоял в 78-м я подземелье. Падает опыт, так как на 4-м этаже башни дерзости. Подфармить адену и покачаться от веночечков. Переходим мы в донат магазин. Смотрим. Вот такие вот паки завези. Очень интересные паки. От редкий до легендарный. По 11 раз. По 10 карт на гатионной класса. Кристаллы души. От редкий до легендарный. Я бы сказал бы, ну хорошие паки. Потому что если те по 100 брать, да? Там у меня какое-то двуякое чувство с ними. Также пак вот видим. Это паки за реал. Виталка. Тут уже позволяет получить выбранные предметы из списка. Или карты гатиона, или класса. Что вам нужно? Также знак, за который крафтятся карты. Это у нас ордена славы. Получаемые предметы. Ордена, знаки, кристаллы, улучшенный кристалл. Власовенная святая вода. Энхасад. Зелье пробуждения высшего качества. 3к очковое пробуждение. Реликвия энергии. Улучшенный легендарный. Но это уже за 1000. Ну слушайте, вот это очень неплохой пак. Такой очень вкусненький. Я бы сказал, если 4 пака купить. Потому что, если возьмем этот, тут двухэтапный. На выбор получить, да. Финальная награда. Если мы 4 пака скупаем. В томих паках бонусное мастерство для прокрута мастерства. Перекрутки, да. Власовенная святая вода. Ордена славы. 6 раз. Кристаллы души. Да. Улучшенный легендарный. Талисманчики. За которые мы можем скрафтить. Ой-ой-ой. Скрафтили. Видно, хорошо и шло. Ну кто не знает. Потому что я каждый раз говорю. Ребят, пытайтесь крафтить вот этот свиточек. Потому что он стоит хорошо на аукции. Оу-не. 15.300. Немножко упало. Цена была по 17. Но все равно. Окупает паки полностью. Опа. С книжечками наследника. В 20.30. 24.00. Числа. Да. Выходные. Нам дают шанс крафтить книжечку. Всего 12. Коробок с таликами. Скрафтить книжечки. Очень круто. Книга наследника. 243 книги. Скорость сетайки. Плюс 5. Намеликой книгам. Вот книги наследника. Да, я покрафтил бы там интеллект. МДР. Выносливость. Попытался бы 3 книжечки скрафтить. Так. Создание рапиры. Ожерелки. Создание ожерелок. Карты за талики. Можно попробовать. 100% шанс. Редкий легендарный 840. Не, ну это что жирно. Если ты что-то видишь, тоже пиши в комментариях. Возможно что-то интересненькое. Я упускаю, да. А вот знаки мы видим. Можем блеску. Ну такое блеску, конечно, крафтить. Так себе я скажу вам. Сундук сейчас сами. Подземелья можно крафтить. Да. Блески. Карты. Всякие ништячки. Нужно 12 знаков, чтобы скрафтить. Это 4 карты по 11 раз получает. Также пиши свои комментарии. Возможно я что-то пропустил, как всегда. Я буду очень рад, если ты мне подскажешь. Потому что мы играем в эту игру вместе с тобой. Дядюшка Розе и ты. Наше взаимодействие это самое лучшее. Твои лайки. Твоя подписка. Твои комментарии. Продвижение видео на ютуб. Общение в дискорде. Заходи. Общаемся. Я там всегда. Когда я сплю, то я не в дискорде туда. Так, ладно. С вами был дядюшка Розе. Всем до новых встреч. Всех с наступающим Новым Годом. Давайте вместе скажем. Нет войне. Всем мирного неба на головы.